Здравствуйте, уважаемые друзья! По-прежнему на канале НЕКС-ТВ, Арча-Медиа. Выходят, как мы верим, интересные интервью с интересными людьми на самые актуальные и острые темы. Мы хотим, чтобы вы были в курсе происходящего и стараемся давать независимый взгляд. Сегодняшняя наша тема связана с экс-министром взрыва Арчатором Бишиналиевым. Сегодня стало известно, что ему изменили межчинги. ...которые в его сторону выдвигались с медицинским экспертом Вермет Бактабасов. Вермет, добрый вечер. Спасибо, что сегодня оказались с нами, нашли для нас время. Сразу оговорюсь, мы предлагали присоединиться к нашему эфиру самого господина Бишиналиева, чтобы, ну, как бы, знаете, не было какого-то однобокого освещения информации. Но, к сожалению, господин экс-министр, хотя вот непонятен, да, его статус, экс-министр он или, может быть, не экс-министр, он, к сожалению, не нашел для нас сегодня времени. Вот, может быть, найдет его в будущем. Вермет, ну, давайте, наверное, начнем вот с чего. Меру пресечения изменили на домашний арест, но обвинения, как я понимаю, с господина министра, экс-министра не сняты. А обвиняли его, ну, в основном, там несколько было пунктов, насколько я помню, но основной пункт – это ущерб государству более чем полтора миллиарда сомов при закупке вакцин от коронавируса. Вы, как человек, который очень активно были, активно разрабатывали и протоколы, и помогали тоже, где консультации, где каким-то прямым участием в те страшные времена, скажите, насколько, на ваш взгляд, эти обвинения обоснованы, и насколько действительно господин Бишиналиев мог, вот, скажем, таким образом нарушать закон? Ну, давайте начнем с того, что все, что начало происходить в 2020 году вместе с пандемией, не закончилось. То есть очень много вопросов до сих пор, ответов на них нет. И давайте сразу договоримся, что, несмотря на то, что передача как бы инициирована именно по поводу изменения меры пресечения экс-министру или вот министру под подозрением там и так далее, да, мы все равно будем говорить о вещах гораздо больших, ну, как бы, как бы подальше от личностей и поближе к системному видению, да, вот, даже, вот, можно сказать, планетарного масштаба. Что с вакцинами? На самом деле, я, продолжая и не отступая от принципов доказательной медицины, могу подтвердить, что на сегодня нету, не доказаны еще экспериментальные препараты, да, от лечения COVID. То есть COVID, он так и остался, острой респираторно-вирусной инфицией, которая и ведет себя как вирус, и лечения противовирусного эффективного от него не найдено до сих пор. Мы эту позицию отстояли, но вот насчет того, что вакцины еще не доказали свою эффективность или свою безопасность, вот, это не смогли, да, исследований хороших еще недостаточно. Но, с другой стороны, кредит доверия или кредит необходимости в вакцинах был настолько высокий, подгоняемый паникой, вот этим страхом, такого, как бы, страхом смертности и так далее, да, что вакцинам было наперед 100 очков, и все страны закупались, и вакцины разрабатывались разными производителями, передавались, в том числе для такой страны, как наша, да, наша страна относится к третьим странам, которые не производят вакцины и которые, возможно, не имеют ресурсов для покупки вакцин, да, но не отказываются от гумпомощи. И первое обвинение в коррупции было как раз по тому моменту, что при наличии огромного количества, 6 миллионов доз гумпомощи, которая поступала с разных сторон, с разных стран, не только от отдельных стран, таких как Россия, Китай, там, другие страны, но и от международных сообществ, вот я имею в виду КОВАКС, это как раз инициатива, когда все страны передают ВОЗ, какой-то ряд вакцин, и под эгидой ВОЗ и НИСЭП передаются в разные страны, кого надо поддержать, у которых нет, допустим, ресурсов. И вот при наличии таких в стране вакцин были сделаны закупки. Закупки немалые, на немалые деньги от производителей, неизвестного портфолио, так скажем, да, то есть понятно, что за каждой вакциной стоит свой производитель. И неизвестный производитель, все это было очень быстро сделано, очень быстро как бы договорено, что ли, непрозрачно, люди об этом не знали. Я не знаю, где это публиковалось или что-то там говорилось, но в СМИ проскакивали сообщения, что будут закуплены вакцины, но по каким критериям и на каком основании. И тут эти ножницы случились, были видны очевидные, так скажем, закупки, и это правоохранительные органы должны были довести до конца. Я хочу сейчас такую вещь сказать насчет того, что вы помните, что в начале 2020 года, когда еще не было ни одного случая COVID у нас в стране, до экс-министр Космоса Рич, он сказал, что уже готовы деньги на покупку вакцин и препаратов от COVID. То есть это в тот момент, когда еще ни препаратов, ни вакцин, о них и речи не было, они не были разработаны. Звучало официально от официального лица должностного, что деньги уже приготовлены. И получилось, что министр за министром быстро сменились. Из-за министры, запланированные, возможно, бюджетные средства, так и были уже растрачены, потрачены, закупки произведены. Это очень-очень сильно беспокоит. Смотрите, если еще как бы исторически посмотреть, то уже многим, наверное, надоела эта чахарда, когда министры сменяются, президенты сменяются, и очередной президент обвиняется в коррупции, очередной министр обвиняется в коррупции. Вот посмотрите, череда министров последних здравоохранений, они все прошли через СИЗО ГКМБ. Для профессии это ненормально. Для профессии такой, как медицина, в которой спасают жизни, сохраняют здоровье населения, это ненормально. То есть понятно, что либо проблемы не признают, что высочайшие коррупционные риски здравоохранения, главное, по всему миру признали, что здравоохранение является одной из самых высоких коррупционных зон, а у нас в стране упорно не признают, и упорно происходят разные вещи, разные обвинения, разные претензии. У нас стало нормальным, что на чиновников здравоохранения заводят 7 уголовных дел, 9, 12, но это все потом куда-то исчезает, ни денег нет, ни уголовных дел до конца не доведено. То есть что-то в этом не так. Так что вот эти все изменения, надо как-то поспокойнее на это все смотреть. Пермет, мы еще обязательно затронем морально-этическую сторону, ну и профессии, наверное, в целом, и конкретно, скажем так, некую этику поведения господина Бейшин-Алиева, потому что, ну, скажем так, и на этом поприще он себя зарекомендовал с известной стороны. Однако вот вы упомянули о том, что, во-первых, информация о закупках вакцин была известна еще до повального объявления пандемии, о том, что действительно за тот период сменилось сразу несколько министров. До завоза первого случая. Да. Плюс ко всему надо вспомнить, что сам господин Бейшин-Алиев занял кресло министра здравоохранения после печально известных октябрьских событий. И вот в этом ключе он сам говорил о том, что именно поэтому тут нет его вины, что все соглашения, все, скажем так, операции с поставками вакцин и на безвозмездной основе, и за деньги, они как бы осуществлялись до него. Это насколько вообще правомочное заявление? Или все-таки тут надо тоже разбираться? Разбираться надо во всем. Во-первых, давайте определимся. Сейчас события происходят совершенно непредсказуемым образом. Не только у нас в стране, но во всем мире. Поэтому вы очень такую правильную фразу сказали, что, может быть, это и не вина нынешнего министра Бейшин-Алиева, что вот такие вещи происходят с закупками. На самом деле нужно действительно выше смотреть. Выше. Или в корень. В корень смотрите. Смотрите. Получается, что неважно, какой политический строй, неважно, что это зависит или не зависит от министра. То есть не от личности министра зависит, а от должности лица, принимающего решения. И поэтому все подписи за закупки, в пандемию приходится ставить уполномоченным, ответственным, ведомственным лицам, самым высоким чинам. Но выше их тоже есть чины, которые этим всем управляют. Дело в том, что вот то, что я не хочу сейчас зацикливать вину на одном человеке, это будет неправильно. Я хочу сказать о том, что несмотря на то, что страна наша относится к зависимым, ведомым странам, все равно политика, национальная политика, закупок, да, вот таких межгосударственных, межстрановых, таких масштабных, да, она все равно должна быть более прозорливой. Потому что то, что может позволить себе Казахстан, там, Россия, то, что могут позволить себе европейские страны, западные, восточноевропейские, или Китай, там, азиатские страны, нам непозволительно, у нас нет таких ресурсов. Например, смотрите, ВВП на душу населения, у нас 1100 с копейками долларов, да, 1100 долларов, а в Казахстане 9 с лишним тысяч, почти 10. Посмотрите, какая колоссальная разница. И Казахстан позволил себе производство казахской вакцины, понимаете, Россия позволила себе производство четырех источников, да, с четырех научных, там, институтов или производственных площадок. То есть у каждой страны свой ресурс. И при этом наши продолжают, как бы, играться вот в эту политику. Уже в мае, в 20-м году, уже в мае, в начале мая, мы уже, эксперты, собирались и подали в прокуратуру четкое заявление медицинского характера. Мы точно указали пункты, где закупки или траты бюджетных средств прогностически будут необоснованы. То есть первым делом это касалось экспериментальных препаратов, которые тогда вошли в первые, вот, апрельские руководства, да, мы их вывели. То есть вывели это без прокуратуры, без юристов, без правозащитников. Сами медики мы справились, что в стандартах лечения вдруг появились все недоказанные экспериментальные препараты против COVID. С экспериментальными препаратами мы справились, но вот с вакцинацией мы не смогли быть столь убедительны или столь смелы, что ли, ответственны, чтобы за всю страну отвечать. И поэтому политика государства была такая, приобретайте, берите, пока дают. Это касалось гумпомощи. Но как раз министр отказал нескольких миллионных партий. То есть обещали и ЮНИСЕФ, и механизм КАВАКС, и обещали Файзер, и Модерну, и Астразенеку. Бернет, а вот тут надо уточнить, какой министр конкретно отказался от гуманитарных... А уже все-таки господин Бишиналиев отказался. Это важно. Да, да, да. Вот, к сожалению, вот эта информация, она должна быть как бы в хронологическом порядке, постоянно выкладываться. Ну, как бы, тогда, если официальное лицо, министр, да, сказал это по телевидению или СМИ, это уже приравнивается к официальному заявлению. Но поскольку нигде это в письменном виде не зафиксировалось каким-то там приказом или распоряжением правительства, то получилось, что все это на словах. И получилось, что вот, например, предлагают международной организации завести там миллион двести тысяч доз вакцины, да, вакцины, которая прошла при квалификации в ВОЗ, там разрешение получила от ВОЗ. А наши отказываются. И при этом продолжают закупать на бюджетные деньги, продолжают закупать вакцину от частных производителей. Вакцину, допустим, предлагала ГУМ-помощь передать полмиллиона вакцин Российской Федерации. Или столько же, или чуть меньше, там просто надо уточнить цифры, предлагал Китай. Слушайте, Бермет, ну, по-моему, если вот сейчас вы рассказываете о том, что действительно была информация о том, что предлагалось огромное, если вы говорите полмиллиона, это огромная цифра тех вакцин, которые мы могли получить бесплатно. И если на тот момент, по вашему утверждению, уже господин Бишиналиев принимал решение об отказе и закупке на бюджетные средства вакцин от частных производителей, ну, мне кажется, тут Генеральная прокуратура все-таки была абсолютно права. И, может быть, даже не стоило создавать специальную комиссию, которая, я напомню, тоже была создана в связи с этим противостоянием генпрокурора и министра здравоохранения. В связи с чем у меня вопрос, а вас в качестве свидетеля случайно не приглашали? Нет, но все эти два года у меня консультировались разные уровни. И в правительство мы давали развернутые оценки и развернутые рекомендации. И напоминаю, что задолго до министра Бишиналиева, задолго будучи, как он стал министром, мы передавали в прокуратуру, правоохранительные органы вот эти рекомендации, как от НИСИ. Вот есть научный институт стратегических исследований. Мы как эксперты и через этот институт, и через какие-то индивидуальные или коллективные от национального комитета экспертного. Мы передавали эти все... Ну, то есть месседжи были. Все рекомендации мы как могли озвучивали. И при этом все равно продолжались закупки сверху. Например, задолго до этого министра предыдущие уполномоченные закупали и ПЦР-тесты от неизвестных производителей. И какие-то лабораторные обследования проводились. И экспериментальные препараты. Закуплены же они на 5 миллионов сом. Они закуплены и стоят на складе, никому не нужные. Почему мы в то время об этом говорили, и ни у кого ничего не дрогнуло, и продолжали закупать, закупать, закупать. Вот, смотрите, недавно проскочила информация. Депутаты озвучили, что 20 миллиардов сом остались неподотчетными. То есть вне запланированного бюджета в 2020 году потрачено 20 миллиардов сом. Ну, там, кредитных, там, грантовых денег, возможно, тоже, да, на борьбу с пандемией. Но никто не отчитался за эти деньги. Потом счетная палата вывела, что ФОМС каким-то образом умудрился 390 миллионов сомов потратить и не может дать отчет, на что ушли эти деньги. И до сих пор нет информации, на что ушли эти деньги. Мы поднимали вопросы, куда ушла ГУМ-помощь. Кто отчитается за те 320 миллионов выделенных финансовыми институтами денег. До сих пор, вот, с лета 2020 года правительство, ну, ни слова, ни слова не отчиталось за эти деньги. И вот во всей этой чехарной среди таких миллиардов мы гоняемся за этим министром здравоохранения отчитайся за полтора миллиарда тысяч. Бермет, мне кажется, тут стоит остановиться. 320 миллионов долларов. Мы тоже довольно часто с вами в других эфирах просили, правда, тогда сумма была чуть больше, около полумиллиарда долларов. Но ведь действительно эти деньги... Договоренность была на 720. А из них выделено точно, подписано, 300, ну, 300 с лишним, 360-360. Но, тем не менее, отчета по этой внушительнейшей сумме, я напоминаю, что это больше 300 миллионов долларов, даже не сумма, до сих пор отчета нет. Нет. С чем я вас и себя, и всех жителей Кыргызстана, собственно, и поздравляю. Убермет, у меня к вам, знаете, вопрос даже, наверное, не к медику, а как к гражданину. Скажите, в случае, если... Вот мы сейчас из разговора с вами, я понял, что, ну, как бы тут факты коррупции, они как бы налицо. Вам я склонен доверять, тем более, что вы действительно эксперт от медицины. В случае, если так случится, и господина Вишна Лива оправдают, и более того, он вернется в министерство кресла. Вот вас, как гражданина, я, конечно, понимаю, что наша система правосудия уже вряд ли может разочаровать еще больше, чем она уже как бы разочаровала, но вас, как гражданина, какие у вас будут чувства по этому поводу? Спокойные. В смысле, спокойные, я имею в виду, что на сегодня действуют силы, скрытые силы, теневые, и коррупционные, и так далее. То есть, теневые финансовые потоки, ну, просто гораздо больше, гораздо больше. Речь идет о громадных деньгах, как во внутреннем обиходе в стране, в системе здравоохранения, так и во внешнем. И причем эти громадные теневые потоки не такие превалирующие, чем другие теневые потоки в других секторах. Поэтому как бы все это происходит, от нас с вами сейчас мало что зависит. И, знаете, я спокойно, я уже смотрю на это, как бы вся жизнь театр, и люди в них, актеры, и мы в этом театре сидим в первых рядах и смотрим другой спектакль меньшего масштаба. Но это спектакль, это однозначно спектакль, шоу, там, как бы вы это ни называли, цирк, там, а мы смотрим, да. Давайте от вопросов коррупции перейдем к реформам. Я до начала нашего эфира говорил вам, что понятное дело, что часть тех людей, которые активно поддерживают в социальных сетях господина Бишиналиева, это тролли, при том, что, ну, как бы коллеги делали расследование по фабрикам троллей, они также активно поддерживали в свое время Матраимова, когда были коррупционные вот эти скандалы, также активно вот сейчас недавно случился кейс с господином Матазовым, депутатом, который тоже одиозные предложения вносил, и вот господина Бишиналиева тоже, ну, частично поддерживают тролли. Однако, я убежден, что среди его сторонников есть действительно люди, и среди нашего народа есть большая часть людей, которые действительно, реально, искренне поддерживают реформы экс-министра, и аргументируют это тем, что вот молодец, может быть грубо, но так и надо с этими царьками, которые развели там в медицинских учреждениях свою вотчину и наживаются на простом народе. А вы как относитесь к реформам Алумкадыра Бишиналиева? Тоже спокойно, потому что к реформам это не имеет никакого отношения. объясните. Вы понимаете, вспомните времена средние века, гладиаторские бои и так далее, да? То есть, что нужно толпе, так скажем, обывать? хлеба и зрелища. Хлеба и зрелища. Да, хлеба и зрелища. Все, что делал министр, это, знаете, так эпатажно, так феерично, столько там гортеска, столько там ух, такого, экшена, да, ну, прямо готовый Робин Гуд. Вот, и людям это нравится, люди устали, вот люди честно устали, они все недовольны, недовольны пациенты, недовольны метики, недовольны населения, все друг другом недовольны, претензии до небес, драки, насилие там и так далее. И тут приходит герой, спаситель, шашкой машет, все видно, очевидно, людям нравится, то есть, у нас в медицине есть очень серьезные, серьезные, ну, как бы, медицинские кланы, так скажем, да, и людям же не закроешь ни глаза, ни рот, и они настолько стабильны, богатеют и от власти к власти, от президента к президенту, ну, как бы, от поворота к перевороту, от переворота к перевороту, вот, и они все время, ну, как бы, на коне, так скажем, большая часть медицинской среды нищает, а какая-то кучка все богатеет и богатеет. Это очень-очень не нравится никому. и тут получается, что вот у нас такие должности занимают, ну, руководители высокого ранга. Это директора научных центров, например, да, крупных каких-то организаций здравоохранения. Многие из них действительно были у руководства десятки лет, там, 10, 15, 20, с лишним, там, и так далее. Все это было очень далеко от правильного управления, от реформ, там, и так далее, и так далее. И вот когда раз, там, случай такой громкий, пригромкий, второй, третий, то люди уже заинтересовались, да неужели наступили те времена. Я знаю, что огромное количество коллег, им нравится, им нравится, Денисов, они были беспордумны, не моральными, не этическими, неважно, им нравится, им нравится, что что-то происходит, что нету этого застоя, молчания. Ну, это все поверхностное, как бы, это рябь наверху, это рябь наверху, и многие клюнули на это, мы не можем их за это осуждать, просто уровень понимания, уровень информации, информированности настолько блюхлой, поверхностной, что не видно ни глубинных механизмов, ни истинных причин, ни последствий, но последствия будут серьезные, да. Вот, Бермет, хорошо, что вы заговорили о последствиях, хотелось бы уточнить, а те люди, которых активно снимал с должностей, причем довольно, довольно резко снимал с должностей, используя и лексику, и, честно говоря, не только лексику, Ламкадри Бейшиналиев, они находились вот на руководящих постах, потому что это действительно, как говорили, это мафия медицинская, или все-таки в том числе, и потому что это были профессионалы экстракласса, которые все-таки, ну, скажем, своим умением, своим образованием, своим опытом имели право занимать эти должности, потому что, ну, опять-таки, высказываю не свое мнение, а мнение некоторых комментаторов, что это просто передел собственности, и сейчас грамотных, может быть, да, давно оккупировавших там какие-то свои территории, но все-таки грамотных специалистов заменят на специалистов менее высокого класса, которые, собственно, сделают то же самое, тоже там приведут своих врачей, приведут, как бы, свои мини-кланы к управлению, и ничего не поменяется, кроме того, что более высококвалифицированные специалисты будут заменены на менее квалифицированных специалистов. Вот вы по этому поводу что скажете? И то, и другое. Действительно, все, кто стоят сейчас руководителями, значит, у них было больше энергии, больше намерения, больше желания, амбиции, больше ресурсов для того, чтобы занимать их нынешние места. С другой стороны, что нужно населению от медиков? Им не нужны эти ни должности, ни звания, ни регалии, им нужна качественная медицинская помощь, и чтобы они не умерли и жили долго и счастливо. Смогли ли эти руководители организовать работу в своих учреждениях таким образом, чтобы взращивать молодую среду, увеличивать охват доступа населения к услугам, увеличивать качество, престиж и высоту научных достижений, довели ли они медицину до международного уровня, и что происходит с этими службами, и так далее, и так далее. То есть, если в таком ракурсе двигается любой руководитель, хоть научный, хоть практический руководитель, то люди будут поддерживать и будут очень рады. На этот момент пытность министра Бешеналиева получилась, что он как раз вот такие службы стал раскачивать. Причем не саму службу и эффективность службы. То есть, он не посылал там молодых врачей за рубеж учиться, или не поднял планку качества, да, вот давайте будем настолько эффективными, давайте предотвратим те случаи, которые можно предотвратить, смертные случаи, я имею в виду, да, давайте повысим безопасность в больницах или в этих, нет, все шло к тому, чтобы как бы убрать должности, поставить. и очень среди вот этих семи уголовных дел, возбужденных на него, несколько дел, они по вымогательству. Ну, я не буду открывать большие секреты, если скажу, что к нам огромное количество людей обращалось, руководящего состава, по крайней мере, более десяти, да, ну, там, за короткое время, а за все время и того больше, уже десятки, которые говорили, что с них вымогают деньги за должность, то есть место стоит, так скажем, от десяти тысяч долларов и выше. И такие были как бы обращения, но мы ничего не могли сделать, пока они официально не обратятся к заявлениям, то есть на словах это, как бы, это просто слухи. И такие же слухи касаются и тех, кто занимал более высокие должности, то есть с них брали в смысле откаты до миллиона долларов. Не брали, а, ну, как скажем, озвучивали сумму, так скажем, стоимости должности. Я не удивляюсь сумме, объему этой, потому что большое количество исследований о коррупции в Кургызстане озвучивали и большие суммы, и большие суммы за должность. Вот. И поэтому, я думаю, наша бедная система поделена на такие участки, на огородики, знаете, жирные. В медицине у нас очень много направлений по специальностям, 30-40 направлений. Педиатрия, акушерство, хирургия, онкология. Ну, вы поняли, да? И то есть каждое направление, оно несет с собой применение каких-то лекарственных препаратов или оборудования, или там еще там какой-то медтехники. и на каждом углу, на каждом шагу можно как бы вклупить деньги, так скажем, с медицины, да? А точнее с болеющих пациентов. И пациенты платят направо-налево, да, дважды. То есть платит государство за них, платит ФОМС за них из бюджета, из программы госгарантий. Платят они сами из своего кармана, платят всем подряд. И вот эта вертикальная система коррупции, высокой политической коррупции, она самая страшная, поэтому я не сильно обвиняю министра, он просто в обойме как патрон, он никуда не выпрыгнет, он не сделает меньше и не сделает больше. Раз он согласен на эту должность, значит, он должен какие-то вещи сделать. Ну, вот, примерно так обстоят дела, и поэтому мы не смогли защитить бюджет ни от трат на ненужные вмешательства. Помните, хлоркой поливали улицы, там, всех прыскали, потратили деньги. Как бы мы ни говорили, что это бессмысленно, что это крайняя глупость, чушь собачья, никто не остановился, все тратили, и тратили, и тратили, пока вот до предела не дошло. И пока весь Кабмин до копейки не отчитается перед народом, перед населением за потраченные деньги, обвинять одного министра из 20 миллиардов за полтора миллиарда, ну, становится тусым звуком. Мне очень жалко смысле и усилия правоохранительных органов, они сейчас как будто в дураках остались. Сейчас непонятно, кто в дураках остался, но понятно, что народ в итоге останется. То есть ответственности никто не понес до сих пор, никто не собирается нести, и похоже, что это будет продолжаться дальше. То есть мы закрывали глаза на тракаты бюджетные до COVID, во время COVID, и я не вижу никаких условий, что эта картина изменится. Поэтому немножко обреченно звучит, нет? Бермет, вот меня всегда занимал вопрос. Я по роду профессии довольно часто встречаюсь с действительно толковыми и компетентными людьми, которые, как и вы, вот сейчас очень трезво, очень здраво и очень по существу объясняют некоторые вещи, которые мне, как и некоторым думающим и чувствующим людям, тоже, как и вам, кажутся очевидными. Но по какой-то несчастливой случайности, кроме, как знаете, в эфире некоторых независимых СМИ, мы эти вещи обсудить не можем. А в высоких кабинетах заседают люди, подобные господину Бешиналиеву. Как вы сами сказали, дело может быть не в самой персонале Алан-Кадыра Бешиналиева, а в том, что система работает таким образом, что люди компетентные, экспертные, с навыками, видением и, ну, слушайте, здравым смыслом в конце концов, они вот сидят у себя дома, включают Zoom, и по Zoom просто вот сотрясают воздух. А люди, от которых реально зависит решение, они вот иногда сидят в кабинетах, иногда сидят в СИЗО, ГКНД. Я, наверное, перегнула парку, что у вас, Максим, давайте так, я не, в смысле, у меня нет ощущения безысходности, у меня ощущение, что сейчас острый период, и все равно это эволюционно, то есть это эволюция, страна должна пережить это, чтобы увидеть и со стороны, или изнутри, пока люди, и медики, и население, пока они не поймут всю бессмысленность происходящего, мы не изменимся, то есть сейчас вот вот есть же картинка, да, бегущее стадо пропасти, вот оно бежит, вы его не остановите, и это не безысходность, вы их не остановите, у нас сейчас нет этих энергий и так далее, но эксперты не спят, например, тому же Бешеналиеву мы не позволили провести АКОНИТ ни в страну, ни тем более, не дай бог, протоколы, то есть мы будем отстаивать правильное лечение и правильную медицину, как бы то ни было, как бы то ни было, и многие вещи мы просто не позволили случиться, многим вещам мы просто не позволили произойти, потому что нельзя, то есть это это не просто крах медицины, это просто уже на грани преступления, то есть посмотрите, в разных странах разные отношения коррупции, где-то коррупции отношения лояльные, ну как бы вот отделается штрафами или уволится и так далее, и так далее, но у нас уже на грани, то есть вот раньше я как эксперт доказательной медицины, я выступала очень против коммерциализации медицины, доказательная медицина, она вот знаете, вот такая очень трезво, четко, как скальпель, отрезает гангрен, то есть все, что не нужно, устарело, лишнее, ну не нужно, не работает, уберите, зачем на это тратить деньги, мучить пациента и так далее, то есть ну люди, в смысле очень много поставщиков у нас недобросовестных, которые будут увеличивать диагнозы, увеличивать болезни, увеличивать назначения там и так далее, и так далее, и получать за это бонусы, отправлять на ненужное обследование, на ненужное процедуры, на ненужные лекарства покупать в аптеках, то есть раньше мы боролись с этим, потом пандемия показала, что очень быстро и резко медицина может быть политизирована, то есть раньше тоже были политические ФАПы, политические должности там на местном уровне, но не было такой политизации, чтобы у нас Кабмин, администрация президента разом стали пульмонологами, эпидемиологами, потому что все решения о закупках спускали сверху, не слушали Минздрав вообще, даже я знаю вот такие случаи, что как бы это ни было, и Космос Чулпандаев столкнулся, и Абдукеримов столкнулся, и тот же Бешеналиев столкнулся, скорее всего, когда сверху уже спустили решение закупить вот то-то и то-то за такую-то сумму, каким бы оно ни было из ряда вон выходящее, вот, и вот эта политизация, она тоже страшна, и она выше стоит нашей страны, то есть это мировая, международная политика получается, и там уже труднее нашей стране, но что меня сейчас пугает, то есть вот на данный момент, даже не коммерциализация, не политизация, меня сейчас пугает криминализация медицины, когда у нас беззакония становится нормой жизни, когда аплодируют, чем больше коррупционных скандалов, чем больше помашут шашкой, там рубят головы, самыми беззаконными самыми методами, тем больше аплодисментов, тем больше людей вовлекаются, аплодируют там этому беззаконию, ну простите, давайте уже определимся, мы куда идем, к верховенству права цивилизации или в пещеры, где наказание не вот давайте про направление и как раз таки про средневековье направления и пещеры, вы знаете, в советское время, да и не только в советское, сейчас позволю себе вновь этот, может быть, меня ругает за этот эпитет, но в нормальных странах, в нормальных странах, медики это по-прежнему часть интеллигенции, то есть это часть людей, которые, во-первых, уважаемы обществом, во-первых, их общество уважает, но и они являются некими примерами для общества, и вот меня, вы знаете, всегда ужасал и занимал вопрос, как человек, который рекомендует лечиться аконитом, который признан ядом, как человек, который занимает министерское кресло, вернее, как человек, который использует в своей речи, ну, совсем непотребную лексику, который ведет себя как, ну, не хочу каких-то обидных эпитетов, но вы понимаете, да, как этот человек может занимать не просто, там, не знаю, кресло министра спорта, там, не знаю, или любое кресло, но он еще ко всему плюс занимает кресло министра здравоохранения, вот, ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос, как это возможно? Ну, это возможно, если бы вы были другом первого, вы тоже, может быть, стали там министром культуры, или там информации, там, не знаю, какого министерства, ясно же было, как это возможно, другое дело, я думаю, что вы совсем про другое спрашиваете, вы спрашиваете, как это выдержала медицинская спорта, именно, именно, почему, почему, вы знаете, профессионально-научно-образовательная среда, вот, вы очень точно попали, как только министр предложил лечиться аконитом, я ждал, что на следующий день выйдут десятки тысяч медиков по всей стране с требованием его убрать, потому что, ну, это же антинаучно, это же лысенковщина какая-то, ну, и что меня испугало вдвойне, потому что Лысенко своей антинаучной теории делал во времена Сталина, потому что, ну, как бы был прихлебателем Сталина, и вы очень точно подметили, что и господин Бишин-Алиф, его назначение связывает с тем, что он очень близок к первому лицу государства, и вот эти вот параллели, которые невольно возникают, они же очень пугают, и пугает то, что просвещенное, казалось бы, ну, имеющее непосредственное отношение к науке, к медицине, общество, проглотило это все и никоим образом этому не воспрепятствовало. Я немного расскажу, немножко поправлю, Максим. Во-первых, есть ненормальные и ненормальные страны, нет, есть страны со своим путем развития, в которых более лучше относятся к людям, а есть, где хуже относятся к людям, или у каждой страны свой путь развития, но мы точно не относимся к ненормальным странам, у нас все же есть, вот я это, вот даже то, что мы сегодня сидим, и я спокойно говорю о вещах, наверное, таких, о которых во многих странах постсоветских просто не дают рот раскрыть, да, а я объясняю, я объясняю, как это я понимаю, как я это вижу, или как это видно со стороны как медика, там и так далее, да, то есть это возможно, это нужно говорить, чтобы не медицина не пропала, не исчезла совсем, медицинская среда отмолчалась, и я вам скажу, почему, потому что страна, мы наследие Советского Союза, страна пережила репрессии 1937 года, и много других вещей, которые вошли, всочились, или как бы проникли в кровь, в кость, и до сих пор вот это вот, вот этот страх, он в людях существует. я очень сильно смеялась вчера, когда мне на личку несколько руководителей большого ранга передали минздравские указания, указания минздрава, там прям четко было написано, так, немедленно, в общем, идите все поголовно, заставьте сотрудников подписаться на соцсети минздравские, и пусть пишут комментарии, отзывы, непременно положительные, и вот, вот таких вот несколько этих, сразу прислали, и говорят, вот вам это как, я так долго смеялась, неужели, 21 век, столько всего, век технологий, а у нас до сих пор звучит вот это прямым текстом, прямым текстом, то есть не просто использование админресурса там на выборах или на вакцинациях принудительных, да, нарушающих права человека, или вот, то есть кто бы ни был, он прав, потому что он минздрав, и с минздрава пишут, подключите всех сотрудников, а это 80 тысяч работников здравоохранения Кыргызстана, чтобы подписались на официальные сайты минздрава, и все обязательно лайкали, писали посты и положительные отзывы, это вообще что, это вообще что, это настолько смешно, это просто ни в какие рамки, и вы спрашиваете там, в общем, о Лысенковщине, Лысенко, он не был прихлебателем Сталина, он стал рупором медицинской среды, и на свой, как бы, по уровню своего развития начал там кромсать всю медицину, помните дело врачей, Вавилов, там, генетика, там, и так далее, и так далее, профессиональная среда пострадала, профессиональная среда не умеет отвечать, не умеет, во-первых, отстаивать свои права, не умеет отвечать правоохранительным органам, почему они так сделали, а не так, почему законы Менделя, эксперименты на мухи, дрозофили, они безопасны для страны, они не представляют угрозу, а вот вакцины непроверенные, они представляют угрозу для безопасности страны, и так далее, то есть это надо донести, но поскольку, вот, не надо обвинять тут медиков, мне не то, что безысходно, мне их безумно жаль, и мне даже жаль министра, и я не отступила от своих принципов, немедленно заявила, что если его права будут нарушаться, мы следим за этим и будем отстаивать все неподобающие там условия содержания или обращения, и так далее, и так далее. Мы первые об этом сказали, как в качестве медицинского профсоюза Кыргызстана, мы сказали, мы знаем, что к нему не допускают адвокатов, мы знаем, что у него здоровье, там, ну, по диагнозу и так далее, чтобы у него был доступ к медицинской помощи, к услугам, к лекарствам и так далее. Вот, и вот даже сегодняшнее изменение меры пресечения, возможно, это к тому, что вот в соцсетях начали раскачивать, что он тебя плохо чувствует, что давайте его пожалеем, что вот люди за него выходят, переживают за его здоровье, да, и мы это уже столько лет тянем, мы, медики страны, и Минздрав в том числе, и это правило Нельсона Манделлы и Стамбульского протокола, чтобы людей содержали, чтобы содержали в условиях не унижающих человеческое достоинство и так далее. То есть в это мы тоже лепту внесли, но если они это поняли и поймут, они будут двигать тюремное здравоохранение, да, реформы тюремного здравоохранения, если они так и не поняли, что происходит, то, я уже не знаю, надо просто ждать, когда они созреют. Но если большинство населения так же считает, так же поддерживает, так же не видит вот это все беззаконие и отсутствие реформ, ну, что с ними поделать? Что с ними поделать? Только учить, просвещать, иметь терпение, не унывать, не опускать руки. Бермеркин, вот сегодня у нас было такое популярное, честно говоря, настроение в нашей дискуссии от безнадеги до какого-то сдержанного, но все-таки оптимизма. Я вас очень благодарю, я надеюсь, что наши с вами дискуссии продолжатся и в формате канала Next TV, буду рад вас видеть и в других эфирах, правда, потому что всякий раз общение с вами сплошное удовольствие, и вы знаете, какая-то толика успокоения, что в том числе и в медицине у нас остались здравые, трезвые люди и потрясающие специалисты. Бермер, спасибо вам огромное за время, что уделили и за очень толковую беседу. Ну, а нашим зрителям я напоминаю, что в эфире Next TV, Арча Медиа, Лабермет Берактабасов, эксперт по доказательной медицине, берегите себя, будьте здоровы, просвещайтесь в том числе, ну и сохраняйте политическое мышление, чтобы на всякий кейс иметь свое мнение. Увидимся. Всего доброго. Спасибо огромное. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok